Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами изучать очень классный, очень эффектный фокус с картами. Сначала посмотрим, потом обучимся. Конечно же, поставьте лайк. И для начала я хотел бы вам рассказать про очень крутое приложение, которое называется EasyPaint. С помощью него вы сможете отгадывать любые карты зрителя, любые числа зрителя, плюс еще любые слова, которые зритель загадает. Это все делается без каких-либо подготовок, в любом месте, в любое время. И EasyPaint вы сможете найти прямо по ссылочке в описании. И, внимание, вы там получите 60% скидку исключительно для моего канала. Поэтому переходите, смотрите, и кому интересно, покупайте. В общем, я советую и рекомендую. Приложение только на Android. Надеюсь, будет на iOS. Если вы хотите на него обзор, пишите об этом в комментариях. Но мы давайте-ка начнем. Берем обычную колоду карт. Показываем зрителю. Все карты разные, они абсолютно перетасованы. У нас нет никаких укомплектовок. И чтобы мы сейчас не запомнили порядок этих карт, вот быстро пролистали, вдруг запомнили, подснимаем в любом месте. Попросим зрителя подснять в любом месте. Попросим зрителя сказать в любом месте «Стоп». Все. Мы точно не знаем, какая здесь последовательность. Плюс еще мы здесь не используем никакие крапленые колоды. Все очень и очень чисто. Итак, в чем же суть данного фокуса? Нам потребуется разделить вот эту всю колоду на 4 стопочки. Это, например, у нас сторона зрителя. Вот это вот моя сторона. Ну и, собственно, мы берем сейчас... Зритель делит свои карты на красные и черные. И я в то же время делю все карты на красные и черные. Есть одно «но». Необходимо это делать, несмотря на карты, только интуиция своя и больше ничего. Опять же говорю, крап мы никакой не используем. Колоду зритель перетасовывает. Ну и давайте-ка начнем. Первый зритель может посмотреть колоду, карту. И это у нас черная карта. Все. Значит, например, он кладет либо здесь черную карту, либо здесь. То бишь, следующую карту он уже должен сам определить, где это будет красная карта. И в то же время я должен противоположно вот здесь вот разложить все красные карты. А вот здесь черные. А вот здесь вот зритель красный. А вот здесь черный. То есть все у нас идет вот так крестиком. Ну и давайте-ка начнем. Мы берем карты по очереди и распределяем только так, как мы чувствуем. Только по своей интуиции. Например, зритель сейчас захотел сюда положить. Я, например, хочу еще раз сюда. Зритель хочет сюда. Я хочу... Думаю, это будет у нас черный. Потому что здесь у нас черные. Здесь должны быть красные. Здесь должны быть, соответственно, черные. Здесь красные. Так, теперь зритель сюда, к примеру. Мы давайте вот сюда. И теперь, например, вот сюда. 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 Сюда точно так же делает, как и мы сейчас. Рандомно все по интуиции своей раскладывает. Мы ему ничего не навязываем. Мы сами действуем точно так же по интуиции. И, ну, так можно разложить на самом-то деле всю колоду. Но давайте-ка мы на этом остановимся. Колоду мы убираем. Попросим зрителя, например, вот выбрать вот эти две стопочки. Или вот эти. Какие он захочет. Например, он выбирает вот эти. Хорошо. Эти вот мы убираем. И теперь смотрим. Это, значит, мои карты. Они должны быть красные. Здесь должны быть карты зрителя. Все черные. И мы сейчас это все дело проверяем. Переворачиваем. У меня все красные. У зрителя все черные. И что самое главное, вы так можете разложить всю колоду. И вся колода будет вот так вот правильно, идеально разложена. Это все очень круто. Это все очень классно. Ну и давайте-ка мы сейчас с вами перейдем к обучению. Итак, приступаем к обучению. Для этого фокуса я использовал колоду, которая называется НОК В1. Это самая старая, самая редкая колода НОК. И кому она интересна, да и любые другие версии НОК, милости прошу по ссылочке в описании. Я сделаю такой путь, где вы точно найдете все НОК, которые на данный момент доступны у меня на сайте. И НОК В1, и НОК В2, и там куча именных. В общем, переходите, смотрите. Ну и в итоге вы можете использовать еще и купончик ЯС обзора. И получить скидку в 5% на любой заказ. Плюс еще не забываем про приложение. Переходите, смотрите, скачивайте, короче говоря. Смотрите, не забывайте. Ну и что мы сделаем? Кстати говоря, лайк поставили, подписались и пишите комментарии. Ну и мы что сделаем? В общем, все, точно переходим к обучению и смотрим. На самом-то деле для данного фокуса вам необходимо укомплектовать заранее колоду. Данная укомплектовка, она на самом-то деле очень сложная, поскольку вам необходимо все-все вот это вот перетасовать по одному. Красное, черное, красное, черное, красное, черное. И так сделать абсолютно со всей колоды. Ну вот, например, давайте с вот этими картами мы закончим. Черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное. Все. Это у нас, ребятки, полностью подготовленная к фокусу колода. Соответственно, если у нас здесь идет вот такая вот укомплектовка, нам ни в коем случае нельзя давать зрителю вот так вот перетасовывать карты. Плюс здесь у нас нельзя данный фокус показывать вторым, поскольку у нас полностью укомплектованная колода. И если вы сделаете какое-нибудь лишнее движение, и переложите, например, две черные у вас будут подряд, и где-то, значит, уже будут две красные, ну тогда уже все, у вас точно фокус не получится. Соответственно, что необходимо сделать? Во-первых, у вас есть плюс. Вы можете перетасовывать карты вот такими вот подснятиями сколько угодно раз. Поскольку здесь вам не потребуются никакие контроли, если такое вот подснятие, у нас порядок остается. Может быть здесь, например, красная карта, может быть черная. То есть здесь вот уже как повезет, вот, например. Но самое главное то, что у нас в данном фокусе вот такие подснятия разрешены, и ничего у нас не испортится. Так, поехали дальше. Как же на самом-то деле делается данный фокус? Значит, смотрите, вам необходимо объяснить зрителю условия, что мы на сами карты не смотрим, только на первую зритель смотрит, и определяет, где будет ложиться именно та карта, которую он положил. Выбрал, например, красная, либо здесь, либо здесь, и все. После этого никто никуда не смотрит. Также еще второй момент очень важный. Вам нужно это все делать исключительно по очереди. То есть, если, например, зритель взял карту, посмотрел, это четверка, и у нас зритель вон там будет, он, например, положил четверку здесь. Дальше ваша очередь. И вы знаете, что у вас по комплектации дальше идет четко красная карта. Поэтому вы кладете ее сюда. Положил бы зритель вот сюда вот карту черную, значит, вы красную кладете сюда. И потом начинаете это все дело распределять. Например, вы берете, говорите, если ты думаешь, что это, например, красная карта, кладешь туда, если черная, сюда. И очень важно не смотреть на карты. Ну и, собственно, теперь зритель, к примеру, кладет сюда. Мы, как фокусники, кладем сюда. И дальше, если мы делаем это все по очереди, как бы мы здесь ни старались, ни раскладывали, у нас все равно будет последовательность простая. У нас выпадают все красные карты, вот, у зрителя же выпадают все черные. Ну и после чего мы берем сейчас вот так вот. Это как она, черная сюда, красная сюда. И, например, мы разложили там пол колоды, 20 карт. Например, зритель может сказать конкретное число, там 20 карт. И вы 20 карт эти все разложите, чтобы не тратить время на всю колоду. Ну и в итоге, что потом происходит? Вы просите зрителя выбрать любые карты, которые он захочет. И здесь можно сделать в два варианта. То есть, если он внимательный, то он уже запомнил то, что здесь у него тоже черные карты лежат. Здесь у него, по идее, мы должны были красные разложить. Соответственно, здесь у него должны быть красные, но здесь черные. И вот здесь вот у нас должны быть тоже красные карты. Короче, самое важное то, что мы попросим зрителя выбрать две любые стопочки. И здесь у нас два варианта. Первый вариант, когда зритель выбирает вот эти две, и мы их показываем. Если, например, зритель выбирает вот здесь вот, тогда мы вот эти две убираем, а вот эти вот показываем вот так вот с перекрестным каким-нибудь перехватом, что вот отдельно красные, отдельно черные. Если же, почему так нельзя сделать? Просто взять, перевернуть? Все очень просто. У зрителя здесь были черные, значит, вот здесь должны были красные, а вы переворачиваете, а здесь у нас черные. Соответственно, вот так вот делаем перевороты какие-нибудь такие вот необычные, и все. Там взяли, например, руками, так разделили, и уже не поймешь, у кого ты какую колоду взял, и все. Второй же вариант, когда вы навязываете четко вот эти вот две стопочки. Например, вы просите зрителя выбрать две любые стопочки, и если он выбирает вот эти вот, значит, все, мы их берем и переворачиваем. Здесь все красные, здесь все черные. Вариант номер два, когда зритель у нас выбирает вот эти вот стопочки, тогда мы говорим, хорошо, эти мы убираем, и все. И вот эти вот показываем, опять же, и здесь у нас все-все-все карты распределены именно вот так, как это должно быть. Здесь у нас красные, здесь у нас все черные. В общем, ребятки, вот такой вот очень простой, очень эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, и еще переходите по ссылке в описании, и в магазин, и за приложением заходите. В общем, до 60% скидка, это очень круто. А у меня на сегодня все. До новых встреч, и пока-пока.